Всем привет! Привет! Даже сегодня больше видно офиса. Кате, привет! Привет, Наташа! Сейчас ещё Кате придёт. А, отлично! Так, мы подождём Катю или начнём рассказывать потихонечку? Потихонечку начать. Там кто-то есть? Да, вот присоединяются, видно. О, уже пять человек нас смотрят. У вас до сих пор снег гонят? Что? У вас до сих пор снег гонят совсем. Снега нет совсем. А новогоднего настроения? Это то, что самый короткий день в году уже прошёл. Самый короткий день, да. И самая длинная ночь, в общем, тоже. Так, а давай, Дима, представь Катю. Катю, которая есть. У нас две Кати. Катя Гонятка, это доктор. Ну, надо сказать, что, когда это получается, всё назад, Катя приехала... Нет, не полтора. Когда это было? В прошлом году. Я уже запутался. Да, в прошлом году, весной, в мае, Катя приехала к нам проходить практику из города Ульяновск. И попала сразу на приезд Тома Голда. Счастливая какая. Ну, она провела с нами месяц, да? Месяц? Да. Месяц, и да. И под конец отправилась продавать наши книжки на книжный фестиваль смены в Казань. Вот. А потом в сентябре приехала жить в Канкт-Петербург и начала работать. И вот уже работа. Дима, видно только часть твоего лица, тебя почти не видно. Да, работает уже больше года вместе с нами и прекрасно и занимается и редактурой, и занимается и отправкой заказов, и ездит на Гермарк. Ну, в общем, у нас все многофункциональные ребята. И фотографирует книжки, и фотографируется с книжками, что важно. Части тела. Да, да. Хотя бы есть возможность увидеть Катю. А давайте тогда потихоньку начнем. И мы хотели поговорить о... Ну, вот чтобы каждый рассказал о каком-то мероприятии значимом, выездном, в котором он поучаствовал в этом году. Да, наверное, в этом году у нас... Что-то мы ездили целый год. Да, 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 да. Может быть, Дима или Катя начнете? Хорошо, давайте начну я. Наверное, самым вспоминающимся мероприятием, в котором я участвовала, это был Комик-Кон в Казахстане. Он проводился в первый раз, нас туда впервые пригласили. Мы были одним из двух издательств, которые туда пригласили. Это, конечно же, большая честь. И мероприятие само было огромное, масштабное. Было много людей, очень много посетителей. И, конечно же, обом книге там практически никто не знал. Но благодаря нашему приезду узнали. Мы приехали, рассказали о книжках, познакомились с издательством. И все наши книжки смели в первый же день, что мы привезли. Да, надо сказать, что книжки, которые мы туда отправили, они не доехали вовремя. И Катя везла туда, собственно, книги в чемодане. Да, то, что мы привезли в чемодане. А те книги, которые мы туда отправили, они приехали спустя неделю в город Нур-Султан, который только тогда стал называться Нур-Султан. И впоследствии уехали в магазин комиксов Red... Как он называется? Red? Red Comics. Да, Red Comics. И, в общем, большую часть они продали. И я надеюсь, что будут еще лучше продавать наши книжки. Надо про них будет написать, наверное, пост. Хотя бы. Вот. Потому что мы про них не писали. Про нас. А что? Можно им предложить тоже, чтобы они написали что-то про нас. Мне кажется, это единственный магазин в Казахстане, который продает наши комиксы. Может быть, я не прав, но других я, честно говоря, не знаю. Раньше было их несколько, а сейчас вот только этот. Понятно. А вот по твоим, Катя, впечатлениям, какие книги первыми ушли? Какие первые закончились? Первыми ушли, конечно, книги Юлии Никитиной, потому что Юля ездила вместе со мной. Тоже проводила мастер-класс, читала лекции. Ну, поэтому, так как есть авторы рядом. Ну, понятно, да. И её книжки, чтобы получить сразу же автограф, пообщаться лично. Поэтому полуночная земля и штормов тогда расходились лучше всех. Здорово. Дима, твоя очередь. Слушайте, это так получается, что я, мне кажется, каждый месяц куда-то ездил в этом году. Ладно, пускай это будет прекрасная поездка в Берлин. Вместе с Юлей Никитиной, Олей Лаврентьевой и Варварой Помидор, где мы открыли выставку вместе с директором государственного Эрмитажа Михаилом Борисовичем Пеатровским. Вот, мне кажется, не каждый день есть такая возможность. И, мне кажется, это, ну, как бы, определенный, накладывает какой-то определенный... Я даже не знаю. Катя пришла. Ну, в общем, это было круто. Это я до сих пор не понимаю, ну, не верю, что это вообще произошло. Ну, в том плане, что мы стояли вместе с директором Эрмитажа и обрезали, не обрезали, а разрезали ленточку. И было огромное количество гостей. И были, ну, в то же самое время авторы, которых мы издавали. Там приехал Мавил вместе со своим сыном на велике. И было очень здорово. И, опять же, один, наверное, из... Один из результатов этой выставки, ну, я думаю, что каким-то образом это повлияло. Это то, что комикс Ольги Лавентьевой «Сурвилл» он будет издан на немецком языке. А еще, пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить за это прекрасное действие Олега Черноусова из Эрмитажа, который, собственно, был инициатором и куратором этого проекта. А где это вообще за рубежом? Эрмитаж — это же такая интересная штука. Мало кто знает, что в книжных магазинах Эрмитажа продаются комиксы. И продаются не только наши комиксы, там продаются комиксы и других издательств. И в том числе они заказывают туда книжки иностранных издательств, связанные, собственно, с биографиями художников или каким-то образом связанные с Эрмитажем, с искусством. И нужно сказать, что они регулярно, наверное, раз в месяц заказывают наши книжки. И очень приятно, когда ты можешь прийти в Эрмитаж, там, я не знаю, найти Персиполис или найти сборник комиксов Олега Тищенкова. Котики там, кстати, хорошо продаются. Ну, просто коты для Эрмитажа — это очень важные животные, культовые, наверное, в общем. И сборник комиксов Олега Тищенкова, и ещё у нас есть картина про кота Мильтона, они там прямо хиты продаж. Надежда, здорово. А где там? А, да, да, Катя. Катя делает у нас все... Катя издаёт все книжки в типографию. Вот, можно так сказать. Делает... Занимается дизайном, читает. Ну, и тоже, собственно, вот сейчас мы все вместе выбираем книжки и несколько раз в год встречаемся... Нет, несколько раз в год. В общем, обсуждаем все возможные проекты, которые... Сейчас по две разы не встречаемся. ...путут. Ну, тут вопрос же вместе. Придёмся, вот. А ты хотела что-то спросить? Да, я хотела спросить, а где-то за рубежом можно ли купить наши комиксы? Там, не знаю, в Литве, по-моему, где-то... Можно купить в Риге, есть магазин комиксов, они продают комиксы на русском языке. Время от времени у нас наши книжки возят в Германию и во Францию. В Париже есть такой магазин русской книги «Глоб». Он называется, там точно есть наши комиксы. В Берлине не помню, но просто в этом году они заказывали наши книги. Я не помню, как называется магазин. Вот, недавно пришёл запрос из магазина из Тель-Авива. Ну, на самом деле, ну, книжки по миру расходятся. Может быть, не суперактивно, но эта ситуация меняется. Опять же, возможно, это связано с тем, что, ну, всё больше и больше, там, русские книжные магазины обращают внимание на комиксы. Здорово, действительно здорово. Ну, что, Катя, мы сейчас рассказываем про, каждый рассказывает про мероприятия выездные, которые больше всего запомнились. И теперь твоя очередь. Моя очередь? Да. Моя самое главное мероприятие, которое было в этом году, это был Дивасторг, потому что мы съездили туда всей командой, и это был отличный фестиваль. Это вот самое запоминающееся. Было много всего хорошего. Сейчас, конечно, больше всего помнится о последнем, о нон-фикшене есть, вот больше всего, думаю, и радуюсь, что мы принимали в этом году участие, что у нас на нон-фикшене была отдельная комикс-зона, и это тоже было большое событие для нас. Ну, вот, наверное, два этих я отмечу, Владивосток и последний нон-фикшен в Москве. Здорово. Мне Катя не случайно сначала оговорилась и сказала не Владивосток, а Владивасторг, потому что здесь действительно Пасторг оказаться на краю земли. Ну да, она такие красивые фотки видела. Мы обещали, что немножко расскажем про книги, которые не удалось выпустить в этом году, и которые будут в следующем, и немножко анонсов чуть-чуть. Дима? Или девочки? Что у нас не получилось? Я буду показывать, можно? Да, да. Слушайте, книжка у нас долгостроит Джо Шако. Это комикс про югославский конфликт. Как думаете, почему застрял? Ну, на самом деле, есть первая причина для всех книг. В общем, мы сделали 24 книги в этом году, мы чуть не лопнули с финансовой точки зрения, и на эти книжки у нас просто не хватало финансов в том числе. Но есть еще другой фактор, и вот сейчас все расскажут, какой. Вот про этот Катя, мне кажется, расскажет. Ну, то есть, мне достаточно поздно пришли все материалы, там, запаздывал. На всех этапах у нас получили задержки, и когда он ко мне пришел, это все было не вовремя, потому что у меня в плане стояли другие книги, которые вышли в этот год. И, соответственно, мы эту книгу двигали к следующим сессиям, и вот, собственно говоря, сейчас она передвинута на следующий год. Но в следующем году мы ее сделаем, потому что, в целом, она доверстана, фактически, там, черновая верстка есть. Тяжелая книжка просто, на самом деле, там много кровищей. Сейчас повторная редактура проходит книга, да, и скоро можно будет отдать на верстку. Да, и мы уже сделали даже ветеринг, Захарь Яшин сделал ветеринг, так что, в целом, она, я думаю... Ну, те, кто читал «Палестину», должны понимать, что там, в общем, есть сложные заголовки, где очень непросто работать с ветерингом. Да, Захарь нас очень любит за эти книги, Тусака. Спасибо, Захарь. Так, что еще, которая вылетела? Ребята, а мы ждем эту книгу к весне, правильно? Мы ждем эту книгу до лета, давайте скажем так. До лета, отлично, ага. Давайте, ну, как бы, не будем... Ну, одна книжка, это Эммануэль Гибер «Война Аллада». Мы уже писали про... Собственно, мы обещали ее издать осенью, но тоже перенесли ее на следующий год, выйдет до лета. Что, почему перенесли, как думаешь? Ну, кроме того, что денег не хватило, есть еще, как бы, объективные причины. Не просто была работа с переводом. Мы очень большую работу провели с переводчицей, вносили практики, какие-то программы переписывали. И это затянулось очень сильно еще и потому, что сама переводчица занята на преподаватах, да? Да, на преподаватах, в том узе, во Франции. Поэтому процесс согласования шел достаточно долго. Да там есть еще один момент, еще, как бы, почему все смещалось. Собственно, черновая верстка наложилась на время проведения фестиваля Бумфеста. А в это время, в общем, что-то читать нормально немножко сложно. И дальше там приезд про Игорь Томпсона, подготовка нонфикшена и куча всего. И поэтому, собственно, книга съехала. Надо понимать, что есть всегда, ну, мы стараемся делать план, стараемся делать некую очередность. И если какая-то книжка вылетает, то она встает в последнюю очередь, потому что сейчас некуда уже всунуть. Ну, сейчас мы, наверное, эту книгу издать как-то. До лета. До лета. Ну, там, на самом деле, там, мне кажется, даже больше готово, чем Джосако. Так что они примерно на одном уровне, только Джосако нужно немножко поковырять еще с дизайном, для того, чтобы буквы прыгали в разные стороны и не вываливались за границы. Там был сложный дизайн. Еще одну книжку я скажу, мы про нее говорили, но, мне кажется, мы не особо не анонсировали. Это сборник комиксов Тома Голда. Рабочее название «Институт выноса мозга» или «НИИ выноса мозга». Это сборник его одностраничных комиксов, которые он делает для газеты, точнее, для журнала, научно-популярного журнала «Институт». Собственно, эту книжку мы не издали в этом году, потому что и канадский издатель Тома Голда не издал ее в этом году. И мы ее спокойно перенесли на весну и издадим одновременно с англоязычным изданием. На самом деле, очень здорово, мне кажется, что мы сейчас это рассказали, потому что очень-очень большая работа проводится, прежде чем хотя бы один графический роман вышел. И, блин, сразу становится понятно. Каждая покупка книги – это такой плюсик в издании последующих. Это очень круто. Это действительно так и есть, потому что, собственно, когда ты издаешь книгу, но издатель, он вкладывается вот сегодня, а возврат этих денежных средств, он происходит… Он может произойти в течение месяца, а может произойти в течение года. Ну да, для небольшого издательства это очень важно. Делаются следующие книжки. Да. Так, а еще нужно сказать, что… Нужно рассказать книжку. Что? Не говорили, но она вполне себе логична. Которую мы хотели издать осенью этого года, но перенесли, потому что… До следующего лета. Ну, потому что мы не увидели какие-то книжки, а книжка прям очень классная, смешная. Да, показать? Да, да. Показывай. Ооо. Да там ничего не видно, вон. Да видно. Ну, собственно, это комикс «Маржанца тропии вышивки», третий ее комикс, у нее их три всего. Никакого надо. Она уже сверстана, не хватает. Все хватает. Она уже сверстана. Все правки внесены. Книжка готова. Сейчас мы будем после Рождества утверждать макет-обложку создателям-авторам. И вперед, ну, надеемся увидеть ее в марте. Ого, ну это уже такое заявление. Блин, это очень здорово. Скорее, был следующий год. Вот что я думаю. Мы можем рассказать, что за книжка, про что? Да, да. Рассказывайте. Потому что это не работает. Ну, хорошо, давайте я расскажу. Эта книжка, опять же, автобиографична. Это про Машан по-многому. Про ее бабушку, маму, родственника, соседа, тетю. Это книга про женщин. Она абсолютно женская. Все происходит после обеда. Женщины перемыли посуду, отправили мужчинам кладь. И заварили чай. И усаживаются за разговоры. Это они называют самым своим любимым занятием. Разговоры по душе. Но они всегда напоминают своих мужей, истории своих подруг. Как они выходили за мной. В общем, о чем любят поболтать женщины. В общем, сплошная болтовня. Да. Здорово. Очень смешно. И мне кажется, очень, ну, как бы, независимо от, ну, мне кажется, места, где ты родился, независимо от культуры, это вообще касается, ну, всех женщин из мира. Всем знакомых. Ну, и просто посмеяться. А еще нужно сказать, ну, наверное, я не знаю, заметили или нет, тут такой корявый почерк. Да, в книжке. Ну, в общем, мы постарались оставить этот корявый почерк. Точнее, не мы, а Оля Лаврентьева постаралась его воспроизвести кирильцей. И, в общем, всю книжку она написала ручками. Переписала. Я хочу сделать такой небольшой акцент, что все эти книги можно выиграть, что у нас проходит конкурс. Ну, я в таких прагматичных вещах всегда. Конкурс продлится до 30 декабря. Нужно выложить пост, в котором рассказать о своей первой бум-книге, которую вы прочитали, о своей любимой бум-книге. И о бум-книгах, которые вы хотели бы прочитать. Вот. Я так обращаюсь к нашим подписчикам. При этом это может быть просто перечисление. Это может быть видео. Это может быть пост. Мы понимаем, что сейчас у всех очень мало времени перед новогодними праздниками. Нужно отметить нас, написать под конкурсным постом. Участвую. И вы будете получать по две книжки из каждого, как сказать, из каждого тиража новинок, как право, как корректное. То есть мы выпускаем книги 3-4 раза в год. И вот, победитель сможет выбирать, какие ему отправить. Вот. 8 книжек за год. Весной и 4 книжки осенью. Ну, да, да. Отлично. Главное, не забыть этого победителя. Ну, да. Но я думаю, сложно не забыть. Сейчас у нас, по-моему, 10-11 участников, так что шансов просто куча у каждого. Вот. Я очень призываю участвовать. Я сама напишу пост, хоть и не буду участвовать. Вот. Нам задавали вопрос в директ о том, почему, на ваш взгляд, набирают популярность серьёзные комиксы. Ну, это такой вопрос. Мы там сколько... Ну, «Священная болезнь», самый, наверное, серьёзный наш комикс, вышел в 2011 году. Соответственно, мы, что называется, топим за эти серьёзные комиксы уже не первый год. Как же лет 10. Да. В общем-то, да, лет 10, если брать внимание фестиваль «Бомфест». И, ну, мне кажется, они набирают популярность не только сейчас, а вообще в принципе. Здесь вопрос в том, что через серьёзный комикс, мне кажется, можно привлечь... Ну, привлекается какая-то новая аудитория, которая не обращала внимания на комиксы до этого. Потому что большая часть людей так или иначе воспринимает комикс как, ну, какую-то фантастику или что-то такое. Наверное. Да, наверное. Я думаю, мы опять сильно вопрос. Ещё о чём-нибудь поговорим? Дима всегда много рассказывает. Мы можем... А, на самом деле, о чём говорить? Мы сейчас готовим... Ну, помимо того, что мы читаем книжки, мы же готовим ещё всякие отчёты и так далее, что у нас будет. И скоро мы будем... В конце этой недели, в четверг, наверное, мы будем отправлять очередное наше письмо счастья, где и расскажем, что же у нас получилось сделать в этом году, а ещё расскажем про те книжки, которые будут в следующем. Не только про те, про которые мы сказали, там будет ещё парочка новых. Это к тому, что мы призываем всех подписываться на нашу рассылку. Где-то можно... Можно зайти в тап-линк, в профиль Инстаграма Бумкниги, да, и... Да. Собственно, и подписаться. Вот. Что? А ещё у нас появились подарочные сертификаты. Просто вдруг кто-то пропустил эту новость в подарочной карточке, которые можно купить, и до три номинала тысячи, две тысячи, три тысячи. И до 13 января мы к каждой покупке при обналичивании сертификата на нашем сайте добавляем книжку-сюрприз. Вот. Причём эта книжка не просто там типа, ой, что-то не продаётся. Это, ну, хорошая книжка. Толстая, большая, дорогая. Ну, на самом деле уже первые посылки уехали с подобными книжками и подарками. Мы с одной стороны смотрим на то, что заказал человек, с другой стороны мы смотрим, если он до этого заказывал книжки у нас на сайте, соответственно, мы можем посмотреть, что он уже заказал, что у него есть, и положить что-то, чего у него нет. Хорошая фишка, кстати. Ну что, наверное, закончим на этом? Я не знаю, вдруг там есть у кого-то какие-то вопросы? Нет, я смотрела и не видела. В этот раз, видимо, понедельник тяжёлый день, и нас смотрят, но вопросов как-то не задают. Вот. Хорошо. Так что, ну что, пока. Всем спасибо, кто нас посмотрел, да? Пиа, на спальне. Что? У меня есть вопрос. Пиа. Какой? Ну, ты нам создаёшь, можно я тебе задам вопрос? Да, давай. А расскажи, скажи, вот ты приезжал уже на нонфикшн, что ты думаешь по поводу того, что там происходило? Ну, вообще, про саму ярмарку? Ты, я не знаю, ты была в ЦДХ когда-нибудь? Нет, в ЦДХ я не была. Окей, значит, это был твой первый поход. Что ты думаешь про зону комиксов и вот про ярмарку, в частности? Ну, в общем. Ну, во-первых, мне очень понравилось само пространство, мне понравилось, что комиксы были выделены в отдельную зону. И это действительно помогает людям сориентироваться. То есть, мимо зоны комиксов пройти вот просто так было невозможно. И мне было очень приятно, что пока мы были там на стенде, к нам подходило очень большое количество блогеров, с которыми мы работаем. Мы с ними познакомились лично. И для меня, наверное, это самое главное. Потому что у нас была возможность рассказать о книгах и поподробнее поговорить с каждым, лично познакомиться. И это очень здорово в общении. Мы как-то получили очень много слов поддержки. и многие люди, с которыми мне удалось пообщаться, говорили, что именно в этом году они первый раз прочитали какой-то первый графический роман, либо первый графический роман в книге. И, наверное, от этого я получила больше всего эмоций. Мне хотелось бы, чтобы стенды каждого издательства комиксов были побольше. Может быть, и не надо побольше. Может быть, нужно, чтобы было чуть больше участников, издателей. Да, но тоже хорошо. В принципе, меня этот и другой вариант строят. Мне кажется, как мне показалось, да, было тесно, но в принципе нормально. Да, да. если учесть, что участие в нон-фикшене не бесплатное, не очень-то дешевое для кого-то. И, в принципе, небольшое пространство, оно наоборот фокусирует внимание человека на книгах и небольшое пространство помогает издателю. Может быть, не все представить, но представить сам это. Да, безможно. А еще мне понравилось, что стоял стол с книгами, где можно было просто полистать комиксы, потому что люди действительно присаживались. Я, по-моему, уже рассказывала про бабушку выкутанную лет за 60-70 женщину, которая долго-долго листала, смотрела все комиксы, потом купила комикс Юлии Никитиной. У меня есть замечательная фотография, еще, по-моему, никуда не выкладывала, где мальчик сидит, он долгое время действительно сидел, пересмотрел все комиксы. Папа с девочкой и подростком, который вслух читал ей хромсиниаду, это было очень здорово. То есть, это, опять же, какой-то такой наглядный пример интереса людей к комиксам, и это очень запоминающееся. На самом деле, история со столами, это был такой наш экспромт, потому что нам туда в зону принесли эти два стола для воскресных автограф-сессий, но сказали, вы за ними следите, а то их растащат. Мы такие, так, хорошо, мы их просто ставим по центру и кладем на них разные книжки. Ну, один стол оккупировал, мы оккупировали, двух книг оккупировал полностью, и в общем, это действительно, мне кажется, дало свои плоды, люди садились, читали, ну, кто-то покупал из них, но кто-то, это было просто место, где можно было сесть и посидеть, посмотреть книжки, тоже классно. Ну да, да. И читать эти книжки, потому что у нас Монюфикшн уже при желании, автор книги Берген, и к ней в конце дня выстрелилась огромная очередь, и в итоге её книг не хватило, и там два мальчика просто схватились за одну книжку, и в итоге они играли в камень ножницы бумага, и ваша книжка досталась, и одному она досталась, а второй стоял потом в очереди с открыткой, но такой грустный, я прям до сих пор не могу забыть этот момент, было здорово, да, много заинтересованных людей было, вот это было интересно, и на лекцию у Ани были люди, которые, там был такой амфитеатр большой, и весь амфитеатр был заполнен людьми, и это были люди, которые действительно слушали, и потом подходили к ней, задавали много вопросов, и для нас это, был хороший момент. А как Аня вообще в России, она же уже была, она же уже приезжала, да? она приезжала в Петербург в прошлом году осенью, сейчас у нее была Москва и Петербург, и вот мы думаем, как бы ее еще разочек провести, она фанат Толстого, и... и у нас созрел план. Лев Николаевич Толстой. Ну, посмотрим, это еще пока планы. Ну, Аня в восторге, и Аня совершенно невероятный автор. У нас в этом году, на самом деле, очень много, у нас был в этом году очень урожайный год на авторов, сколько, 14, да, мы привезли? 14 авторов из разных авторов, да. Ну, то есть, это такие невероятные результаты, потому что раньше у нас приезжало много авторов на Бумфест, а теперь мы их привозим в течение года, и в течение года у нас постоянно идут встречи, мастер-классы, лекции, и эти встречи, они всегда востребованы, то есть зачастую билеты заканчиваются раньше, чем ты их объявляешь, то есть ты пишешь о том, что вот здесь будет встречать, там, пух, и все потом начинают как, как, а никак, потому что видимо, надо в следующем году расширять какие-то наши санта. Ну, непонятно, на самом деле мы немножко, конечно, задолбались тем, что действительно там, ну, практически каждый месяц приезжал один, а то и два автора, и в какой-то момент мы такие, ну, мы здесь сидели и обсуждали, что все, давайте на следующий год, ну, двух, ну, трех, ладно, привезем, дальше мы начали как-то писать какие-то списки, придумывать, ну, как планировать те мероприятия, куда мы поедем, и так, ну, у меня сейчас лежит список на столе из десяти, но не факт, что все они приедут, но, в общем, невозможно остановиться. мы пока что никого не будем анонсировать, если кто приедет, потому что все сейчас в стадии там согласования и обсуждения даты поиска финансирования на приезд, но надо просто понимать, что приезд автора, ну, в принципе, сложно окупить продажи его книг, это невозможно, и всегда это дополнительное какое-то финансирование, которое приходится искать, и на самом деле огромное спасибо различным фондам, ну, в частности, Саня и далее Эвербю, это фонд, норвежский фонд поддержки литературы Норла и посольство Норвегии в Москве, с Крейгом Томсоном и Мэттом Мэденом это посольство США в Москве, которое полностью профинансировало приезд авторов Марк Бутаван, да, Марк Бутаван, и это французский институт, Доминик Габле, это Валани, Брюссель, ну, в общем, франкоязычный фонд фонд поддержки литературы франкоязычной Бельгии, скажем так, Мигель Гаярде это посольство Испании и кто там у нас еще был, фонд Филии, который помогает нам приводить финских авторов, это Санна Хукканен и Инки Риаула и Ханарина Мойсины, которая приезжала в сентябре, ну, в общем, по-моему, почти всех, да, Мизмаляк? Ну, а все еще началось с приезда Мавила, но он ездил только в Иркутск на маленький фестиваль День Че, спасибо книжному магазину Кукуля, которая все это осуществила, К сожалению, там поддержки мы от фондов не нашли, но магазин нашел возможность за спонсорские деньги привезти Мавила из Германии. Ну, в общем, вот. они все приятные. Сейчас надо выдохнуть и дальше. ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну, мы уже готовимся в полную силу к следующему году и в общем, есть сейчас в работе первая сессия, которая будет издана в начале. Да, собственно, мы продолжим работать так же, как в этом году у нас будет две весенние сессии, там, выхода к Никонец в виду первая партия выйдет в марте, вторая в мае и дальше сентябрь и ноябрь. Ага. Ну, в плане, с 15 до 20 книг мы планируем читать. Готовьте полки для новых книг. Готовьте полки, готовьте... Полки. На самом деле, вот здесь еще вопрос не почитателям задал вопрос, но я думаю, что стоит провести отдельно, может быть, спросите во всех соцсетях, что они думают по поводу издания электронных версий. Наших книг, потому что мы сейчас обсуждаем, чтобы опубликовать какую-то часть книг и какие ресурсы. Интересно, в принципе, есть два. Это Митресса и Покмейт. И мы сейчас обсуждаем, смотрим контракты, но выясняется, на самом деле, что на большую часть у нас нет прав на этот вопрос. Решаемый. Наташа, проведем вопрос? Да, да, конечно. Я думаю, что в новогодние каникулы мы это сделаем. Хотя у нас и так есть люди, которые периодически пишут, что я бы читал в электронном виде. Нам будет интересно. Обязательно проведем. Ладно, ну что ж. с Новым Годом, надо поздравить. Вау! Вступающим. Давайте. Всем пока. Я считаю, что мы сейчас уходим на каникулы, да? Да. По 27 числа будет последний день, когда вы сможете заказывать книжки. Да нет, заказывать можно всегда. 27 можно забрать, мы отправим. Отправить и получить это. А, соответственно, все остальное уже будет после Нового Года. Но у нас будет Сюрпризик. бонус на каникулы, которые мы обычно в это время выкладываем. Ну, это вот все в рассылке, да? В рассылке, да. Это же каникул. Читать книжки. Время читать книжки. Я вот для всего приобретенного за год. Нас им спрашивают, будет ли у нас корпоратив. Сделаем. Вот он сейчас происходит. Ну, у нас не хватает еще одного из нашей команды, которая находится сейчас уже неизвестно где. В какой стране. Нет, нет, в этой еще. В этой еще. Лида у нас дизайнер. Но нам в скором времени переедет в соседнюю страну. Ну, не перестанет. Да, ну, не перестанет, да. Мы как раз, собственно, сейчас и распределяем книжки, кто что будет делать. Ну, есть возможность там выбирать. Я хочу эту, а я эту. Лида, с Катей, день с тобой. Здорово. А, и там нас поздравляют с Новым годом, с наступающим, ну, в чате. Вот. Всех с Новым годом, с наступающим и с наступающим каникулами. Кому они будут? Ну, по чуть-чуть, но все равно будут каникулы у всех, наверное. Вот. Ну что? Теперь точно вам все сказали? Спасибо. Пока. Пока. Пока-пока. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok